Добрый день, уважаемые зрители! Всем известно, что уже несколько лет идет государственная кампания по борьбе с незаконным наркооборотом. К сожалению, она недостаточно освещается в средствах массовой информации, может быть, не так доходчиво и наглядно, как мне это видится. Поэтому я сейчас постараюсь донести до вас ту информацию в профилактических целях, которую считаю полезной и нужной. К глубокому сожалению, большое количество подростков и молодых людей занимаются распространением наркотиков. Расценивая это как некую интересную законспирированную игру, как им кажется, опасную секретную игру, где они выступают мелкооптовыми курьерами, распространителями наркотиков и получают за это деньги. Схема вовлечения в наркооборот таких молодчиков следующая. На фасаде домов записаны номера телефона или электронная почта. Это предложение заняться сбытом наркотиков. Номер телефона это сигнал предложения. По нему звонят и начинается смс-переписка. Происходит вовлечение в этот преступный процесс. Другой вариант вовлечения это через интернет. Желающие участвовать в наркообороте заходят через персональный компьютер или свой сотовый телефон в интернет на черный рынок. Это тематические форумы, интернет-сайты, где указана яркая, заведомо лживая информация о том, что эти сайты торгуют исключительно легальными курильными смесями для кальянов или для курения самокруток с душистым табаком. Там же предложение о трудоустройстве. И указан мессенджер. Это WhatsApp, Telegram, Viber и тому подобное. Куда отправить смс и подтвердить желание. На этот смс приходит ответ всегда от оператора, куратора, который предлагает отправить копию своих паспортных данных и внести залог. Примерно 10 тысяч рублей. Это делается через электронный Kiwi кошелек с любого платежного банковского терминала для оплаты телефона. Если вы увидите стайку из двух-трех молодых людей, которые настороженно переводят деньги у обычного банковского терминала, то, как правило, это мелкие наркокурьеры, барыги. Если среди них удивленно и неожиданно увидите свое любимое чадо, ребенка, то смело берите его за ухо, за шкирку, волоките домой и разбирайтесь. Лучше это сделаете вы, чем это сделают сотрудники полиции. Потом уже будет поздно и наступит неотвратимое возмездие. Идем дальше. После оплаты наркотиков через Kiwi кошелек, куратор, на другом конце невидимый куратор, отправляет начинающему наркозбытчику смс на телефон, где получить закладку тайник. Это, как правило, 5 грамм синтетического наркотического средства, скорость, реагенты. Этот новоиспеченный курьер забирает из тайника их, после чего несет домой, где он должен их расфасовать по 0,5 грамм на 10 прозрачных полиэтиленовых пакетов с застежкой Gripper. Потом он сам идет и раскладывает эти уже 10 полиэтиленовых пакетов по тайникам. Он становится мелким наркозбытчиком. Делает закладки. Каждая закладка оплачивается. Закладка, их еще именуют клад, можно найти везде. Это гаражи, подъезды, почтовые ящики, клумбы, под рекламными щитами, детские садики. Детвора регулярно травятся, подбирая закладки и пробуя их. Если вы видите, что подростки ходят и что-то ищут, вечером с фонариками, там шепчутся, злятся, то значит ищут закладку. Они участники наркооборота. Как правило, они потребители, наркоманы, ищут разовую дозу, которую они купили через Киви кошелек. К сожалению, мелких наркозбытчиков очень много. Они как мухи, в которых ежедневно ловят сотрудники полиции, но слетаются новые. Они расходный материал для координатора, куратора. Но для самих курьеров это захватывающая игра. Последняя в их жизни. Потому что их, как правило, ловят и определяют им в среднем до 10 лет реального лишения свободы. Информация для родителей. Если вы обнаружили у вашего ребенка джентльменский набор мелкого барыги, то принимайте меры. Это инструменты. Маленькие ювелирные весы, ложечки, полиэтиленовые пакеты застежкой, грипер, изолента. Много. В телефоне соответствующая переписка, адреса районы, кошелек для оплаты, сомнительные интернет-программы. Значит, он наркозбытчик. Занимается или мелко оптовым сбытом, или мелкой розницей. Жить ему с вами недолго. Скоро к вам пожалует полиция. Его задержат. Рабочие инструменты ему нужны, чтобы изготовлять эту самую закладку. Еще именует ее гильза, бомбочка, завертон, клад. То есть, маленький сверток, плотно запакованный в целлофановый пакет. Особое внимание нужно обращать на девочек, подростков, молодых девушек. Из-за первой любви они идут на все. Парни их зачастую втягивают в криминальный процесс. Начинают втягиваться они в это дело невольно, воображая себя революционеров, декабристов, борцов с царским режимом. На самом деле они становятся банальными уголовницами. Потом запоздалое раскаяние, в этой ошибочной любви разбитое сердце. Правоохранительная система не разделяет, к сожалению, парней, девушек. Сроки наказания определяются одинаковые. Все они сбытчики. И неважно, мелкие курьеры, барыги, барышки или крупные. Судебная практика и статья 228.1 Уголовного кодекса «Сбыт наркотических средств» не различают мелкооптового и крупного наркозбытчика. Миры наказания от 12, 15 до 20 лет реального лишения свободы. Неважно, одна была гильза, клад или мешок целый распространен. Помните, заразовый сбыт одного полимерного этого пакета в среднем до 10 лет реального лишения свободы. Несоразмерно высокие сроки за одну закладку, но закон суров, но это закон. Те, кто занимаются мелким сбытом, должны знать, что они как минеры работают вслепую, обречены подорваться на очередной закладке. Большинство мелких курьеров под контролем сотрудников полиции. Раньше это был госнаркоконтроль. Сейчас занимается этим непосредственно полиция. Просто всех участников наркооборота нельзя сразу задержать, так как они делают статистику раскрываемости преступлений. Если их ежедневно задержать, представляете, 100 человек или 200 или 300, то с ними нельзя будет отработать качественно все следственные действия. Людей не хватит. Следователей, экспертов, силовых групп. Поэтому вот этих мелких наркозбытчиков дозированно собирают, так как букашек, червяков, и садят ежемесячно, ежедневно в СИЗО. Операторам, которые там сверху за кадром координируют работу мелких участников наркооборота, их не жалко. Ведь это вторсырье, расходный материал. Таких много. И они даже не знают со своего низу, кто координирует их работу. То есть там законспирированные люди, координаторы, основные наркозбытчики. И они всегда остаются за кадром. Мера пресечения распространителям белой смерти – это, как правило, заключение под стражу. Все СИЗО забито ими. Сидят на нарах, причитают, зачем я это делал, простите меня, выпустите, я домой хочу к родителям. Мера наказания за сбыт – только реальное лишение свободы. Последний приговор, насколько я помню, по 228.1 сбыт был условный. Это в 2016 году. Всем определяют реальное лишение свободы. К наркотикам нельзя подходить вообще. Там нет понятия, много я распространял или немного. Разовая доза или мешок. Действует специальный список, таблица, где указано в граммах значительный размер, крупный, особо крупный размер. Там даже не граммы, а десятые, сотые грамма. 0 грамм, 0,01 грамма. Преступлением будет количество наркотических средств на подушечке пальца. Не нужно мешок из-под картошки с наркотиками. Это размер преступный в руках поместится. То есть фасовка его щепоточная. Когда наркотик при вас, это всегда преступление. Аргументы «нашел», «дали», «подбросили», «попросили передать», «не знал», не освобождает от уголовной ответственности. Освобождает от уголовной ответственности только тогда вас, когда наркотическое средство при вас не нашли, но вы находитесь в состоянии наркотического опьянения. Тогда вступает в силу административный кодекс. У нас законодатель гуманен. Наркозбыт – это транснациональное преступление. Во многих странах карается исключительно смертной казнью, независимо от количества наркотика, который обнаруживают у человека. Расстрел, повешение. В Азии созданы так называемые эскадроны смерти, которым власти предоставляют оперативную информацию о участниках наркооборота. И те без суда и следствия убивают этих участников. То есть, тысячи казненных. Перед смертью наркозбытчиков подвергают средневековым пыткам. Ломают кости, отрубают руки, ноги, спарывают животы. Так что Россия – страна гуманная. Здесь только лишают свободы на длительный срок. До 20 лет. Это моя передача не для крупных сбытчиков. Они меня не услышат. Так как они в миллионном бизнесе, из которого выйти практически невозможно. У них обороты, круговая порука. Я обращаюсь к мелким наркозбытчикам. Ну, с профессиональным советом. Все ваши временные заработки – ничто по сравнению с тем, сколько денег вы и ваши родители потом отдадите грамотному адвокату за свою защиту. Чтобы свести к минимуму размер реального лишения свободы или добиться переквалификации. Сроки запредельные. Уголовный кодекс определяет минимальные меры наказания от 8, от 12, от 15 лет реального лишения свободы. Минимум. Суду будет безразлично, по сути. Смягчающие обстоятельства, такие как явка с повинной, совершение преступления впервые, чистосердечное раскаяние, даже несовершеннолетний возраст, родители больные, досудебные соглашения о сотрудничестве и так далее, и тому подобное и прочее. Надеюсь, я доходчиво объяснил всем молодым людям, которые решили посвятить себя этому гиблому делу, распространением наркотиков. Перспективы мутные. Не задумываясь, расстаньтесь со своим залогом в 10 тысяч рублей, забудьте про него. Уничтожьте закладку, живите спокойно, уж тем более не берите грех на душу и не оставляйте эти кильзы, клады в детских садах или школах. Не бойтесь оператора. Если вы выйдете из этой игры, то, поверьте, ему будет безразлично. Угроз и преследований с его стороны никогда не будет. Его работа с вами бесконтактная. Но если уже вы решили продолжить это неблагодарное дело, то познакомьтесь с адвокатами, которые специализируются на этой категории уголовных дел. Их немного. Услуги этих адвокатов в скором времени вам неизбежно потребуются. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»